Дореволюционный Баку, окраина Российской империи. Бурлящий поток из самых разнообразных наречий – азербайджанского, армянского, русского, много англичан, французов. Встречаются даже немцы. Из-за событий Первой мировой в нефтедобыче некоторый упадок, но деньги все равно стекаются в город. А это значит, что в Баку есть работа. Арменаку Ханферянцу 16-й год от роду. И в 17-м он покидает родное село Мецтаглар в Нагорном Карабахе, чтобы оказаться в Баку, нефтяной столице империи. По одной из версий, там у него родной дядя. То ли совладелец, то ли управляющий рыбного или нефтяного промысла. У Арменака за плечами 4 класса сельской начальной школы. И самое время начинать взрослую жизнь. Арменак Ханферянц благополучно добирается до Баку и оказывается под опекой дяди. Таковы крайне отрывочные и противоречивые сведения, которые сохранились благодаря дальним родственникам. По некоторым данным, юноша пытается продолжить учебу. Дядя работал в Баку. Был, ну там нефтопромыслах работал. И его послали туда, чтобы он продолжал учебу. Но, видимо, с учебой что-то не завадилось. По крайней мере, упоминание о том, что учился никаких. Какое-то время работает под началом родственника, но вскоре, по неизвестной причине, эти отношения рвутся, и он покидает дом дяди Авака. Вот якобы он говорил, что дядя его очень обидел. Что вот у него, скажем так, какие-то реакции на то, как дядя с ним поступил, и так далее, и так далее. Но что он был очень оближен на дядю. Чем занимается и с кем поддерживает отношения в этот период, доподлинно неизвестно. Есть несколько упоминаний, что работает на городском телеграфе. И никаких фактов, к примеру, об участии в политических событиях того времени. Хотя в 17-м Баку уже бурлит и на пороге больших перемен. В городе только и разговоров о том, что центральная власть в России пала, перешла к каким-то большевикам, а к власти в городе тоже рвутся их соратники во главе с неким Степаном Шоумяном. Правда, их шансы на тот момент оцениваются невысоко. Можно привести совершенно объективные данные по выборам в учредительное собрание в конце ноября 1917 года. От партии меньшевиков, которая представляла в основном грузин, в учредительное собрание было избрано 11 человек, от партии Мусават 10 человек, от партии Дашнак-Цитун 9 человек, еще от нескольких мелких партий по одному 3, и от большевиков был избран только один человек, как раз Степан Шоумяном. Вот это показывает, насколько сильны были большевики в тот момент, и на что они могли претендовать. Но большевики переигрывают соперников, скорее тактически. Во-первых, в ходе выборов в Бакинский совет размывают состав делегатов за счет введения совершенно случайных и далеких от политики рабочих нефтепромыслов. Во-вторых, договариваются о совместных действиях с армянскими радикалами из партии Дашнак-Цитун. Чтобы понять, насколько были сильны позиции последних, достаточно упомянуть, что Баку в те дни наводнен фронтовиками, которые возвращаются домой с аренд Первой мировой. И в основном это армянские полки. Чем занимается в эти лихие для города Дни Армянак Ханферянс? Работает телеграфистом или снует по улицам вместе с местными политическими активистами? Точно неизвестно. Напряженность в Баку к концу зимы 18-го достигает своего пика. Власть у большевиков во главе со Степаном Шоумяном. Но укрепить ее и распространить даже за пределы центральной части города по-настоящему не удается. Причина не в борьбе и разногласиях с политическими оппонентами. Просто идеей какого-то Ленина, который захватил власть в далекой столице бывшей империи. Местное население волнует мало. Состав большевиков в Баку, он был в основном армянским. Некоторое количество русских, евреев, а, собственно, азербайджанцев всего было несколько человек среди бакинских большевиков. Ну и добавьте к этому еще союз комиссаров с армянскими дошнаками. Причем последние – это не только моноэтническая партия на тот момент крайне радикальных взглядов, но и боевые отряды, которые в те дни пополняются армянскими частями застрявшими в Баку на пути с фронтов Первой мировой. Город буквально наводнен фронтовиками. И на этом фоне бакинские комиссары не придумывают ничего лучшего, как начать разоружение. Правда, не всех, а только двух мусульманских полков. Начались манифестации мусульман Баку, которые были вот в самом конце, на рубеже марта-апреля, пресечены просто очень жесткой карательной операцией в мусульманских кварталах, когда здесь большевики не то что провоцировали резню, но они не смогли ее уже остановить. По свидетельствам тех лет, все оборачивается трагедией такого масштаба, что она даже при большом желании никак не укладывается в декларируемые тогда большевиками идеи о классовой борьбе. Шаумян оправдывается, пытается списать все на неизбежные революционные потери. Астраханские большевики были шокированы масштабом того, что случилось в Баку. И Тер Габрильян, например, представитель бакинских большевиков в Астрахани, он говорил, что никто из прибывающих сюда беженцев не говорит о том, что в Баку идет гражданская война. Все говорят, что в Баку идет этническая резня и что затеяли ее армяне. Справедливости ради надо заметить, что через несколько месяцев, когда баланс сил изменится, в отместку за мартовские события жертвами станут уже несколько тысяч армян. Но это случится потом. А пока бакинские комиссары пытаются расширить зону своего влияния и организуют наступление в направлении Тифлиса. Собственных сил немного, только небольшой отряд плохо управляемого Григория Петрова, присланного на подмогу из-под Царицына. Поэтому основная ударная сила все та же. Большинство частей – это были армянские части, которые вошли уже целиком в состав Красной Армии. И по разным оценкам, но эти оценки очень многочисленные и разносторонние, Красная Армия состояла от 80 до 95% из военнослужащих армянской национальности. Поначалу все складывается успешно, но эйфория заканчивается на подступах к Генже. У местечка Гюйчая терпят сокрушительное поражение от двух турецких дивизий. В рядах Красного Воинства паника. Целые полки бросают оружие и бегут в Баку. Для большевиков это означает только одно – дни их правления сочтены. Остановить войска не мог никто. Совершенно в отчаянии пребывали командиры, которые не могли задержать своих солдат, и все бежало сломя голову. И главная примета Баку тех дней – панические настроения среди солдат, беспробудное пьянство и слухи об англичанах, которые вроде бы уже на подступах к городу и могут спасти от турок. Чем занимается в этот период Арминак-конференц – неизвестно. Можно только предполагать, что если как-то и участвует в бурных событиях, например, в качестве добровольца или рекрута, то как минимум по понятным причинам точно не в составе мусульманских частей. Трагический финал бакинских большевиков, которые позже войдут в историю как 26 бакинских комиссаров, пожалуй, одна из самых запутанных и мифологизированных страниц первых лет советской власти. После поражения под Гюйчаем антибольшевистские настроения в городе усиливаются, многие готовятся к встрече англичан. И особую активность в этом проявляют недавние союзники – местные дашнаки. 31 июля 1918 года у одного из бакинских причалов можно наблюдать столпотворение. Только что стало известно о сложении большевиками полномочий и желании срочно эвакуироваться в Астрахань. Как только Красная Армия почувствовала на себе мощные удары, и как только она стала отступать, то вот эти же армянские военнослужащие стали искать себе других покровителей. И в конце концов 30 июля было продавлено небольшим большинством решение о приглашении англичан в Баку, после чего большевики сразу сложили свои полномочия. И Шаумян тогда отправил телеграмму Ленину о том, что предательство против нас в Дашнаке совершили явное. Значит, Дашнаки уже были не союзники. Некоторые исследователи тех событий, ссылаясь на воспоминания родственников нашего героя, утверждают, что в эти неспокойные дни армянака ханферианца в последний раз видят в бакинском порту в военном обмундировании и с винтовкой наперевес. Видит мать. Примерно тогда, когда комиссары спешно грузятся на пароход, туркмены пытаются взять курс на Астрахань. Но, как известно, в план вмешивается взбунтовавшаяся команда туркмена и разворачивает судно в сторону Красноводска. Комиссары, которые до этого момента ютятся на верхней палубе, спускаются на нижнюю и пытаются смешаться с толпой беженцев. По воспоминаниям Анастаса Микояна, от документов они избавились еще раньше. Судя по воспоминаниям Микояна, наиболее подробных об этих событиях, непосредственно как акт предательства в отношении большевиков, которые уже плыли на пароходе туркмен, совершил некий армянский солдат с Георгиевским крестом, так он его называет, который в лицо знал многих руководителей бакинской коммуны. Дальнейшие события хорошо известны по одноименному советскому фильму. В целом фабула верна, за исключением некоторых деталей. Считается, что расстрела как такового не было. Комиссаров и еще нескольких совершенно случайных людей по приказу лидеров так называемой диктатуры Центра Каспия во главе с СССРом Фунтиковым четвертуют. Палачом выступает некий туркмен. Советская каноническая версия, за этим стояли англичане. Но прямых доказательств нет. Для Закаспийской области бакинские большевики никакой опасности не представляли совершенной. Я думаю, что это была какая-то импровизация. Просто вывезли, убили. Поскольку был просто, по-русски говоря, бардак, анархия, и что-то нужно было с ними делать. Они вот сидели в этой тюрьме, качали права, что-то требовали там. Кстати, чудом спасшийся тогда Анастас Микоян позже напомнит Дашнакам о предательстве. Вот любопытный документ 1937 года. Товарищу Сталину товарищ Микоян просит в целях очистки Армении от антисоветских элементов разрешить дополнительно расстрелять 700 человек из Дашнаков. Предлагаю дополнительно расстрелять 1500, а всего с ранее утвержденной цифрой 2000 человек. Нарком внутренних дел Ежов. Сталин за. Ну а осенью 18-го, где-то там в бурлящем Баку или его окрестностях, следы армена Каханфирянца, арменина и уроженца села Мецтаглар теряются навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok